Вот так легким движением руки собирают каждый шампиньон. Больше грибам на всем протяжении производства никто не прикасается. Складывают сразу в лотки, которые потом отправляют на прилавки магазинов. Сборщики работают в перчатках, так что условия здесь практически стерильные. Сбор начинается с очень крупного гриба, диаметром где-то 6 сантиметров. Так называемый у нас первый сорт понетки мы собираем. Потом уже идет немножечко меньше. То есть мы должны дать грибу вырасти до определенного размера. Грибной комплекс в Краснодаре стал самым большим в России. Запустил его один из основных ритейлеров страны. Оценить первый урожай пригласили главы региона. Бизнесмен Сергей Галицкий показывает Вениамину Кондратьеву, как налажено производство. В год здесь рассчитывают собирать около 6,5 тысяч тонн шампиньонов. Мы в основном импортный шампиньон сегодня кушаем. А когда мы имеем на территории края свой завод, а это именно завод производства шампиньонов, конечно, мы гарантируем, что этот шампиньон будет каждый день в течение всего года. Мы делаем экономику, это рабочие места. Мы дополнительные налоги сегодня собираем. А самое главное, возможность иметь свежий, качественный свой шампиньон сегодня у нас появилась. Предприятие занимает более 50 гектаров. Здесь же производят компост. Это основа, на которой потом будут расти шампиньоны, а также упаковывают готовую продукцию. К слову, пять лет назад ритейлер уже начал выращивать овощи в теплицах. Сегодня говорит о результатах. Это вот у нас огурцы. Также мы производим салаты уже на нашем тепличном комплексе. И вот сейчас добавятся у нас грибы. Коллеги, просто такими же темпами мы должны максимально перекрыть сегодня весь импорт, который сегодня конкурент. И на самом деле выйти со своим фруктом, со своим овощем, со своей продукцией на прилавки, в первую очередь, магазина. И на самом деле все это будет на столах наших жителей. Это самое основное. Я еще раз подчеркну, это наш качественный продукт. Он выращен в Краснодарском крае. Мы знаем, как он выращен. И это, наверное, самое главное, что это залогом здоровья нашего населения. Конечно, в первую очередь детей. Комплекс по выращиванию грибов возвели рядом с промышленным парком компании «Магнит». Соглашение о его строительстве было подписано в 2015 году на инвестиционном форуме в Сочи. На территории в несколько сотен гектаров расположится 14 предприятий заводов. Здесь планируют производить бытовую химию и парфюмерию. Но в основном запускать будут пищевые линии. Фабрики кондитерских изделий, макарон, мороженого, консервированных овощей. Все эти и другие продукты начнут производить на территории края. А значит, обойдутся дешевле, чем если закупать их за границей. Что в конечном итоге отразится на ценниках в магазинах. Сегодня мы можем четко гарантировать качество и уже гарантированную цену, на которую сможем влиять. А вчера мы ни на что не могли влиять, кроме как только брать и реализовывать. Сегодня у нас есть все возможности, если такие производства будут находиться в Краснодарском крае в рамках вашего бизнеса, четко уже делать даже где-то цены, может быть, социально ориентированные на определенные категории граждан. Это тоже важно и, может быть, будет даже необходимо. Мы видим, что вертикальная интеграция, которую мы считаем в нашем производстве, они нам помогут в будущем как компании выживать, потому что, по большому счету, мы уже социально ориентированы. Мы теперь можем не зависеть от курса доллара по этим продуктам, когда бывают на рынках изменения. Помимо заводов и фабрик на территории возведут комбинат бытового обслуживания и даже общежития для работников. Полностью завершить строительство и запустить все производства планируют уже в 2020 году. Краснодар!